Продолжение следует... Супер, спасибо. И стать спонсором. Мы благодарны за любую помощь. Ну а сейчас я с удовольствием представляю вам Гарри Юрия Табаха, офицера капитана первого ранга ВМС США в отставке, в прошлом командир антитеррористического центра НАТО в Турции, начальника штаба специальной военной миссии НАТО в Москве. Юрий, здравствуйте, добрый вечер, рад вас видеть. Шалом, шалом, ненавистный нам Израиль. Ну уж так уж прямо и ненавистный, да? А, то есть вы сейчас, поскольку вы сейчас в Украине, то вы сразу же трансформировались в жидо-бандеровца, да? Поэтому вам, значит, Израиль уже ненавистный. Понятно, понятно. Быстро перенадуваемся. Я родился таковой. Таковым родился. Ясно. Юрий, ну, на самом деле, как бы... Нет, у меня просто в школе была учительница. Я помню, когда 1972 год, война в Израиле, она говорила, ненавистный нам Израиль. Вот так она говорила. Я это забыть смотрел, а она на меня. Я... То есть приходилось отдуваться за всю страну, за всю нацию, да? Да, да. Все шесть тысяч лет гнета были на мне. Понятно. Юрий, ну, на самом деле, сейчас я хотел поговорить о делах не столь веселых. То есть понятно, что мы начнем с события, которые сейчас обсуждают все. Это с покушения на Дональда Трампа. Понятно, что это основная тема. И таковой останется еще определенное время. Скажите, на ваш взгляд, что спровоцировало это покушение, если это было просто покушение, если это было действие одиночки? Верите ли вы в то, что это было одиночка? Или у вас есть другая точка зрения? Ну, я сразу вам скажу, что я верю во Всевышнего. Это хорошо. И в удар в тот ядерный флот. Больше ни во что я не верил. Это вещь такая. Веришь, не веришь. Это к ромашкам надо обращаться. И гадать на этом. Что спровоцировало? Тут очень интересный вопрос. Потому что сегодня уже, наверное, это четвертая или пятая передача. Где меня спрашивают, а что случилось? Почему вот так вот этот парень или группа людей или кто там, они так себя повели? И есть люди, которые, значит, журналисты, которые воспринимают это адекватно. А некоторые сразу начинают перебивать и не хотят это слышать. Не только не мы. Нет. Вот только что я был на Киев-канал. Почему? И когда они меня спросили, это я им ответил. Они сказали, нет-нет-нет, наш канал – это объективный канал. У нас таких нет. Я говорю, у вас гости такие. Вы никогда это не спрашивали. И вот этот объективный канал меня просто отключил. Вот так, объективный канал. У нас все можно говорить. У нас плорализм. У нас свободу. Это прямой эфир, что ли? Да. Спровоцировали вы. Спровоцировали вы. Вы. То есть мы. Единственная профессия, которая не отвечает за свои поступки. Вот, летчики отвечают, врачи отвечают, фармацевты отвечают, юристы отвечают, инженеры, архитекторы отвечают. Единственная профессия, которая не отвечает за свои поступки у нас – это журналисты. Вот они могут делать, что хотят. Вы спровоцировали это. Юра, я вам открою страшную тайну. Я не журналист, я экономист. Ну, вы журналист сейчас. На данный момент у вас канал, у вас на канале выступают люди. Эти люди несут дезинформацию. Эти люди в течение семи лет убеждают всех, что Трамп исчадья ада. Это Трамп фашист. Секунду, у нас на канале? Я не только про вас. А, то есть вы абстрактно, все ясно. И у вас были люди тоже на канале, которые это делали. И которые, что Трамп это диктатор. Что если он придет, это катастрофа. И это продолжается сегодня. Я сегодня посмотрел несколько программ в Киеве. Это абсолютно продолжается. Если это продолжается семь лет, два года, пять лет, 24 часа, семь дней в неделю. Есть люди, которые скажут да. Да. Вот Михаил Юрьевич Веллер. У него есть прекрасная передача. Я выставил вчера у себя на канале, где он говорит, как это делается. Семь ступеней. Когда можно навести навет на любого человека. И я знаю, что журналисты своего рода тоже. Я понимаю эту опасность, которую я делаю. Я понимаю то, что журналисты могут тебя стереть в порошок. Они могут дискредитировать тебя. Они могут. Они те же убийцы, только информационные. Я понимаю, что в Украине со мной это чуть-чуть тяжелее, чем с другими. Потому что все-таки я герой. Я американский офицер. Орден. То есть за мной есть какая-то история. Меня обвинить в предательстве, в трусости, в фашизме сложно. А вот с Стрампа они сделали этого такого человека. И не мне вам рассказывать, как из целой нации можно навести навет и сделать так, что за пару лет самая прогрессивная, самая образованная, самая культурная нация в мире, через пару лет, будет уверена, что этот офицер с Первой мировой войны, с железным крестом, вредитель, враг. Его надо уничтожить. Что профессор, который преподавал в университете, враг. Врач, которому водили своих детей, враг. Что писатели, актеры. Все, что они написали, надо сжечь. И сжечь всех их. И все их не всеми надо сжечь. И вся нация уверена, что это нужно сделать. Это нужно сделать, чтобы спасти мир. Что же вы хотите от 20-летнего парня или от 30-летнего человека, которому это вбили в голову вы, журналисты, и вот эти все эксперты, обосновывая это абсолютно ни на чем, что это Гитлер. Этот парень пошел спасать мир от Гитлера. Точно так же, как 20-летний парень из какой-то глуши русской деревни, а может быть даже из города, пошел в Украину убивать людей, потому что он спасает братский народ от фашизма. Чем же мы отличаемся? И кто будет теперь нести ответственность за это? Охрана Трампа, полиция, этот парень, его учителя, его родители, журналистов, как с гуся вода. Они сегодня продолжают то же самое. Что это подстроено, что это то. Эти КГБшники, не слазившие с экранов телевизоров в Украине. Эти хорошие русские продолжают здесь это вещать. И, конечно же, это враги-трамписты. Я это на себе знаю, на меня были две провокации. Я слышу, как мне в спину шипят, трампист, враг. Создали списки врагов Украины. Что же вы хотите? Кто-то спровоцировал это. Вы и спровоцировали, дорогой мой. Понятно. Ну, я, так сказать, не буду вступать в полемику, потому что все время обращение вы, я все-таки понимаю, это абстрактно. Потому что, насколько я понимаю, на нашем канале подобной агитации не было. И у нас как раз вещает трампист Гарри Юрий Табах. У нас вещает трампист Дудник. У нас вещает... Вы спросили. Я могу сказать вам, кто у вас еще вещает, который на других каналах, я не уверен. Но говорили тот же самый, тот же Карасев. Посмотрите его программы год тому назад, где он говорит, что Трамп... Про Трампа он у нас не говорил про это. Про Трампа... Хорошо, Юр, давайте продвигаться. Сказать одну вещь. Вы спросили у Дудника, у Стива, что 22-го калибра или может такая пуля убить человека. Многие люди не понимают. Я его это не спрашивал. Вы меня с кем-то спутали. Я слышал, у него спросили, или 22-го калибра пуля опасная, и она может так далеко стрелять на 120 метров. А, ну я просто не назвал калибр, потому что калибр, я не знал, какой она калибр. 22-го калибра, а вы спросили, или она может так. Это не важно. Я спросил, не может ли она убить, я уже уточню. Я спросил, может ли это такая пуля на большом расстоянии вести прицельный огонь, поскольку это считается как бы... Я хотел просто сказать, смотрите, это не важно. Важно то, что я чувствую, чтобы наши зрители поняли, что многие люди, многие люди, гражданские люди думают, что 22-го пуля, она игрушечная. Она не игрушечная, это смертельная пуля. Она летит быстро и далеко. Зависит, конечно, от вещей, от ветра, от самой пули, какого она формы. Но 22-го калибра пуля чрезвычайно опасна. Она летит далеко и она летит быстро. Она может через человека пролететь и убить другого человека, который еще за ним стоит. Так что любое оружие, любая пуля, она опасна. Я знаю, просто Стив сказал, что он не знает. Я решил просто добавить к этому, потому что я имею какое-то понятие. Дальше все. Все, что я хотел сказать. Да, разумеется. Итак, значит, как вы думаете, все-таки, верю, не верю, мы сейчас не будем. Как вам кажется, как вы видите это? Это было действительно действие одиночки или здесь была какая-то более серьезная подготовка? Вот из той информации, которая поступает. Я считаю, что это рано об этом говорить и спекулировать, потому что должно пройти расследование, доскональное расследование. Казаться может все, что угодно. Быть тоже случится, может, все, что угодно. С первого взгляда, с первого взгляда, то, что нет, что этот парень был одиночка в школе. О нем пишут у этого учителя, его друзья, что он был буллит, что он был такой изгой в классе. Что он такой был, видимо, немножко неадекват в том, что он носил маску даже уже после ковида, когда уже не надо было носить маску. Но он учился хорошо, он был из нормальной семьи, он, видимо, мнительный парень, но он даже брал призы в какие-то там математические государственные премии. То есть иногда такие дети, они, да, изгои, им сложно. И, видимо, он решил войти в историю, спасти мир от Гитлера, от следующего Гитлера в мире. То есть слава Герострата, да? И да, и думаю, что он, у меня такое чувство, что он понимал, он понимал, что его убьют. Он был, он понимал это. Поэтому он так и стрелял. Он не профессионал, он неправильно стрелял, оружие у него было неправильное, не для убийства. Это не винтовка снайперская. Это, ну, чтобы сравнить для гражданских, он стрелял из автомата Калашникова одиночными пулями. То есть ты не берешь эти автоматы, эти assault rifles, или для атаки, это для массы, когда ты идешь в наступление. По-моему, в Израиле их называют метлами. Метла. Ты просто метешься. Ну, то есть прицельный огонь из нее вести достаточно сложно из такой винтовки. Сложно, да, сложно. Оно, видимо, было у него пристреленное. У него, видимо, стояла хорошая оптика, потому что 150, 120, 150 метров в голову сложно попасть. То есть он метился, он лежал, у него было три опоры. Но он не профессионал, он не то, что называется, не снайпер и не шарпшютер. Ну, в связи с этим могу не задать вопрос, как, на ваш взгляд, получилось, что агенты секретной службы, полиция, так сказать, прохлопали его. Есть очень много, так сказать, сейчас всяких версий, есть видео на эти темы. Но вот в целом, то есть не вдаваясь вот в эти вот мелкие детали, которые, понятно, будут спекулироваться очень долго. То есть как могло получиться, если не профессионал, не профессионал, то есть любитель, так сказать, который сумел, так сказать, приблизиться на расстояние выстрела к охраняемой персоне? Явно, что там что-то пошло не так. Явно это были недоработки. Я это списываю в основном на безалаберность, безответственность. И если вы думаете, что это распространяется только на вооруженные силы у нас, как вышли из Афганистана, нет. Если вы думаете, что это распространяется у нас только на полицию, которая не приезжает, 3 часа, когда идут ограбления и массовые ограбления по 100 человек налетают на магазин и грабят его, а полиция не приезжает, нет. Если вы думаете, что это только у нас в судебной системе, где у нас вот эти банановые республики, суды идут, соровские прокуроры сидят и отпускают. Нет, это распространяется на всю систему. Заражено все тело. Все тело в этом сепсисе, в этой инфекции, включая секретный сервис, включая всех остальных. Почему? Потому что министерство, которое отвечает за это, его возглавляет такой господин Майоркас, который, опять же, отвечает за границы. И он отказывается закрыть американскую границу и впускает сюда нелегал, хотя его вызывают в Конгресс, ему хотят устроить импичмент. Но это все не срабатывает. Он работает на другого начальства, не на американский народ. У него был запрос дать президенту Трампу больше охраны. Он отклонил это. У него был запрос дать охрану еще одному кандидату в президенты, Роберту Кеннеди. Он отклонил это. Женщина, которая отвечает за секретный сервис, от нее ничего не слышно. Что произошло, как. Сегодня началось расследование в Конгрессе этого, и будут расследовать это, и ей придется ответить. Почему это у нас все происходит? Почему Boeing компания, самая крупная летная компания, самый лучший самолет, у нас сегодня на грани банкротства, потому что у самолетов отлетают колеса и отрываются двери во время полета, потому что внедрено у нас везде вот это вот политически корректное DEI. Diversity, Inclusive, Diversity, Equality, Inclusiveness. То есть, чтобы вам получить позицию высокую в армии, в полиции, в компании огромной, ну такой полугосударственной, вы должны быть чернокожая, женщина-лесбиянка. Это квалифицирует вас быть менеджером или занимать какую-то руководящую работу, а не опыт, не знания. И вот это вот результат этой безответственности, этой коррупции у нас во власти, этого стагнации, как в Советском Союзе, этих конгрессменов и сенаторов, которых только ногами вперед, как в Политбюро, можно вынести, которые не отдают власть, а это коррумпирует. Когда у нас президент еле дышит, а 20% говорят, нет, за него надо, он должен быть президентом. Кто эти люди, когда он уже вообще лыка не вяжет? Вот результат таков, что нас отстреливают. Это же не только президент Трамп, это распространяется на других его... Вы видите, что эти люди, которые его поддерживают, там не было никакого погрома, никакого крика убивать, никаких стульев не жгли, ничего не кидали, машины не переворачивали. Все стояли спокойно, без паники, скандировали «USA», «USA». И президент Трамп показал себя чрезвычайно, я считаю, героически в этой ситуации. Опять же, надо понимать, что он не знает, или будет откуда-то еще выстрел. Там один человек нет, сейчас мы знаем, ничего не известно. Его окружает его охрана и загораживает его. Он прорывается, поднимает кулак вверх и говорит «Файк, боритесь». Боритесь, он не знает, в этот момент ему может прилететь еще одна пуля в лоб. Но он говорит «Боритесь, это не про меня, это про Америку». Вы должны отстоять то, что построили наши отцы-основатели. Это за Америку. Он не знает, какая у него рана, он только знает, что у него ранение в голову. То есть адреналина много, но он может умереть в любой момент, если это серьезная рана в голову. Через час, через два, на следующий день. Но он продолжает, он не паникует, у него не дрожит голос, у него не дрожат руки. Он говорит «Боритесь, боритесь». То есть вот эти все нарциссы, которые называют его нарциссом, тут он показывает, что нет. И это не подстроено. Человек не знает на этот момент. Напомню вам такой момент, когда в Украине президент Янукович, в него кинули яйцо. Он так перепугался, он упал в обморок. Ему штаны надо было менять. У каждого человека разная психика. Ну вот вам один, и вот вам второй. То есть это подстроить невозможно. Второй, который все равно остается в борьбе, он остается в драке, он из нее не выходит. Просто потому, что ему разбили голову, и он не знает, сколько он еще проживет. Ну, слава Богу, то, что у нас говорится divine intervention, то есть Бог своей рукой увел от него этот смертельный удар, и он остался жив. И сегодня, конечно, многие из нас гордятся, что у нас такой есть все-таки такой лидер, мировой лидер. Юрий, а можно задать вопрос? Вот упоминавшийся уже нами с вами в СУИ Стив Дудник сказал, что если бы, не дай бог, произошло все-таки убийство президента Трампа, то это могло бы вернуть Соединенные Штаты в гражданскую войну. Вы согласны с этим? Могло. И есть вероятность, что это могло случиться, но могло и не случиться. Могло на его место, потому что это не демократическая партия республиканцев, на его место есть другие кандидаты, которые не хуже его. То есть та же Ники Хейли, тот же Ди Сантос, тот же Рубио, тот же Круз, молодые, умные, опытные. На него есть замена. У демократов, так как они социалисты, заменить товарища Сталина, товарища Брежнева невозможно. Нереально. Нету замены этим незаменимым людям. Ну, у них вообще сейчас с заменой плохо. Как вы считаете, как этот выстрел отразится на вообще раскладе предвыборной гонки? Добавит ли это очко в Трампу и терпедирует ли Байдена, так сказать, совсем? Я не знаю, это сложно сказать, потому что я думаю, что наше общество уже давным-давно разделилось. То есть люди, которые из-за Трампа, такие, допустим, как я и мое окружение, нам уже не важно, что вы про него скажете. И семь лет вы врали про него, придумывали, и все это было вранье, и все это было навек, и все это было оскорбление, и обвинение, и ничего не материзовало. Все прилетело вам обратно. Это вы про себя рассказывали. То есть если даже он что-то сотворит такое ужасное, да, я не думаю, большинство уже не поверит этому. Они скажут, что вы опять придумали. Другая категория людей, вот эти 20%, это не важно, что... Сколеблющиеся, так сказать. Не-не-не, вот эти 20%, которые кто угодно, только не он. Гитлер, Сталин, черт лысый, только не он. Проголосуем за кого угодно, только за полумертвого Байдена, за Камалу Харрис, безголовую, безмозглую, но только не Трамп. Почему? А не объяснить ему, потому что он фашист, он Гитлер и все такое. Это такая, все, что говорит Андрей Николаевич Ларион, это слепая вера в это. Слепая, как религиозная вера. Вы ничего не можете с этим сделать. Вы их никогда не убедите. Если он будет идти по воде, они скажут, что он не умеет плавать. Если он изобретет лекарство от рака, скажут, не смотри вверх, это право, не принимай и так далее. Что и было у нас во время ковида. Как он только что-то сказал, все, это нельзя, это все, это нельзя. Хотя оказалось в конце, что это как раз было излечение от этой заразы. Ну и есть вот эта небольшая прослойка, как вы говорите, колеблющихся. Да, наверное, многие из них или какая-то часть из них перейдет, решит, что надо голосовать за него частично, потому что некоторые, наверное, верующие люди. И они верят, что сам Бог его спас. Раз он его спас, он его спас для чего-то. Потому что это правда, что мы считаем, что это divine intervention, что Бог своей рукой вот эти миллисекунды развернул его голову, чтобы пуля не попала ему в голову. Но чтобы все видели, что его хотели убить. Будет и такая категория. Но я думаю, что сильно это ничего не поменяет. Я думаю, что он выиграет выборы. Точно так же, как он выиграл прошлые выборы. Вот когда Стив Дудник ездил в Капитолий, потом к нему пришли FBI, ПБР. Но большевики или отдадут ли ему власть большевики или нет, вот здесь вопрос. Это вопрос. У них это сошло с рук в прошлый раз. Они поставили этого лузера и недоумку. А теперь они не знают, что делать. Потому что так повернулась история, не в их пользу. Отдадут эти большевики власть или нет? Не знаю. В прошлый раз им сошло это с рук. В этот раз, я не знаю. Сегодня, кстати, еще одно дело. Все, последнее дело против Трампа закрыто. Не проходит. Юрий, ну вот, кстати, по поводу Байдена. В общем-то, ведь разговоры о том, что его нужно снять с этой гонки, шли среди демократов. Выступали довольно видные, так сказать, спонсоры, жертвователи, которые тоже говорили, что надо его снимать и так далее. Байден отказывался сняться с предвыборной гонки. Сейчас непонятно. Сейчас он тут промямлил, что надо жить дружно, как этот кот Леопольд. Давайте с ними снизим градус борьбы и так далее. Будем все, так сказать, друг друга любить в прямом и в переносном смысле этого слова. На ваш взгляд, все-таки демократы предпримут какие-то попытки его скинуть и кем-то заменить? Если да, то кем, на ваш взгляд? У них нет много вариантов, насколько я понимаю. Опять же, это все беспрецедентно. Значит, он должен ли сам уйти или вы должны использовать 25-ю поправку Конституции, то есть вице-президент подает запрос в Конгресс, говоря, что президент вне себе, президент не действует. Как, например, это было с президентом Рузвельтом последние полгода, он лежал мертвой. И руководили страной не его жена и ее любовница или не знаю еще кто-то. И вот тогда создали эту 25-ю поправку, что если президент не может управлять страной, его, значит, можно убрать. Но тогда что у нас? И в первом случае, и во втором случае. Камала Харрис становится президентом. Это и есть работа вице-президента. Вице-президент ничего не делает, кроме того, что ждет, что что-то случится с президентом, и они становятся президентом. Больше у них никаких работ нет. То есть, а демократическая партия говорит, проблема в том, что мы ему подложили дуру, чтобы она не рыпалась. А она еще меньше популярна, вопрос, чем сам Байден. То есть, вы представляете, что это за человек, если она еще меньше популярна, чем полумертвый президент. То есть, для них это тоже бесполезная вещь. Теперь доноры, опять же, надо следить за чемоданом, надо следить за деньгами. Конечно. Доноры, оказывается, финансировать это. Они говорят, ну зачем мы будем выбрасывать деньги, тогда уже лучше вложим в Трампа. Понимаете, эти же доноры, многие из них и туда, и сюда. Ну да, им, в общем-то, безразлично. Им главное дать правильному человеку. И у демократической партии получается, конечно же, дилемма и проблема. Опять же, у демократической партии внутри же там тоже есть кланы, которые начинают тянуть на себя это политическое одеяло, включая Камалу Харрис. Поэтому, да, это у них проблема. Поэтому у них одно – избавиться от Трампа любой ценой. Они попытались те способы, никакой способ не сработал. А что вы думаете по поводу того, что, ну, многие считают и говорят, что, в принципе, администрацией Джо Байдена во многом руководил Барак Обама, который, так сказать, не зримо присутствует в Белом доме, а иногда и зримо присутствует. И вот интересно, что произошло, что вот последнее время, особенно вот после вот этого, значит, инцидента и даже еще раньше, после провала дебатов между Трампом и Байденом, да, то есть очевидный провал Байдена, в принципе, Обама мог выступить и сказать, что нет, все-таки он славный парень, ну, немножко стушевался и так далее. К его словам в демократической партии прислушиваются. Но он молчал, он молчал, как рыба об лед. И до сих пор он не выступил, он ничего не сказал. То есть говорит ли это о том, что он лихорадочно тоже ищет на кого бы заменить, какую бы паркировку сделать. Кстати, может быть, свою супругу подсунуть, о которой были такие разговоры. Она, правда, гневно говорит, что я не хочу, не хочу. Но вы же понимаете, то, что она говорит сейчас, завтра она может сказать прямо противоположно. Что вы думаете на этом? Ну, опять же, какой, как ее подсунуть? Механизм, расскажите мне. Может быть, они бы и хотели его, но как? Я, да, я человек, который придерживается этого мнения, что страной руководит и все время руководил Барак Обама. Почему? Потому что, ну, может быть, не он там лично, все, каждая вещь, но это такой коллективный Барак Обама. Куда включается и... Ну, ведь очень многие представители администрации, это бывшие его работники. Почти что вся администрация, это его. И он не покинул Вашингтон. Еще раз, беспрецедентно. Все президенты после своей каденции уезжают в свои штаты, открывают там библиотеку и не участвуют в политике, особенно следующего президента, который идет за ними. Они дают ему возможность работать. Кроме Трампа, это не было дано Трампу. Барак Обама остался в Вашингтоне. И вот вся эта борьба и война против Трампа продолжалась и продолжается до сегодняшнего дня. Поэтому, да, я тоже склоняюсь к той идее, что Барак Обама продолжает действовать. И, конечно же, он имеет большее, самое большее влияние в демократической партии. Подставить свою жену, опять же, я не знаю, какой механизм. Это раз, а два, а кто она? Она что была? Конгрессменом? Сенатором? Она что была? Губернатором? Она командовала войсками? Нет, секундочку, мы уже на эту тему сегодня немножко говорили. Она женщина, она чернокожая. Ну, к сожалению, она не лесбиянка, хотя это можно вытащить. Да, да, и так что вот у нее уже серьезные два достоинства у нее есть. Но все равно должны проголосовать люди понимают, что она ничего не сделала в своей жизни, кроме того, что она была жена первого чернокожего президента, и что она выращивала в Белом доме экологически чистую морковку и учила детей, как это делал. Но еще это то, что получится, что у нас просто кланы в стране, мы не сможем показывать быть биконом или флагманом демократии, потому что у нас, значит, папа президент, сын президент, второй сын губернатор. Теперь у нас муж президент, жена президент, ну не получилось, но была главой госдепа. Теперь у нас опять муж президент, жена президент, только теперь чернокожая. Нет, это у нас будет тогда банановая республика. Причем, если Хилари Клинтон еще как-то коллекцировалась, потому что она все-таки была и сенатором, и возглавляла госдеп, то это вообще не алло. Ну и опять же механизм, как это можно сделать, или кого другого поставить вместо Джо Байдена, потому что механизм существует только для вице-президента, а для другого нет. Да, и этот механизм существует для действующего президента, но, насколько я понимаю, нет механизма для кандидатов в президенты. То есть в данном случае... Если он уйдет, если он уйдет, то добровольно, не Конгресса уберет по 25-й поправке, а он добровольно уходит, то им нужно провести новые праймерис. И в этих праймерис, кто выиграет, тот и станет президентом. Но вообще-то... На это уже времени нет, да? Ну и время, и это раз. А во-вторых, Камала Харрис тоже, я думаю, не согласится на это. То есть она тоже будет принимать какие-то действия, потому что это будет чрезвычайно унизительно для нее. И многим женщинам это не понравится, что вот вы взяли ее, отодвинули в сторону первую женщину вице-президента, первую чему позже у женщины вице-президента. Ну, то есть как бы это то, что в шахматах называется цуцванг, да? То есть любой ход, он будет плохим, да? И каждый следующий ход будет хуже, чем предыдущий. То есть вот в этом вся ситуация. В таком раскладе, Юрий, мы можем... У дизайнертиков есть такое, что как, что бы мы делали, мы в окружении. Нужно закинуть в окружении и можем наступать в любую сторону. Да, это действительно так. То есть в такой ситуации теоретически мы можем, в общем-то, назвать Байдена хромой уткой, как это принято. Но в таком раскладе, как вы считаете, как это отразится, вот этот выстрел, который привел к таким драматическим, так сказать, перетрубациям, таким драматическим изменениям, а как это может отразиться на внешней политике Соединенных Штатов? Нас, извините, интересует больше внешняя политика, чем даже внутренняя. То есть как это отразится на войне в Украине? Как это отразится на наших делах? То есть снизится ли внешнеполитическая активность Соединенных Штатов? Потому что, в общем-то, авторитет Байдена падает, и, соответственно, авторитет его посыльных, того же госсекретаря, тоже начинает падать. Поэтому их действия становятся все менее-менее эффективными. Ну, это видно, потому что, как прошел сейчас саммит НАТО в Вашингтоне, и кто встретился с Трампом. То есть они уже списали Байдена, они уже понимают, что тут ловить нечего, они быстренько переобулись, они уже не боятся, что Трамп разрушит НАТО, они уже не боятся, что они уже с ним целуют, они уже с ним, а у меня все, у них уже все с ним в порядке. Ваш премьер-министр послал Байдена к чертям собачьим и сказал, ты все равно ничего не можешь делать, то, что ты мне даешь, ты обязан давать, это Конгресс тебя заставляет давать, а от тебя ожидать нечего. И послал его к чертям собачьим. Президент Украины, видимо, еще не дорос, не созрел до этого, он еще пытается быть цивилизованным каким-то образом в этом. И он не встретился с Трампом. Тут ничего бы не было плохого, если бы он с ним встретился. Когда наши президенты приезжают в другую страну, они всегда встречаются с оппозицией. Это у нас принято. Это протокол. И он все равно переживает, что если Байден разорвится, то и не даст даже этой мелочи, которую он дает, хотя он не может не давать вот этого микролепиздрического, что он дает. Он обязан давать больше. Но вот он все равно зажимает это или Байдена, коллективный Байден. Так что Украине тоже терять нечего, по большому счету. Но я думаю, что да, многие уже списали Байдена и начинают иметь дело с другими политиками в Конгрессе и с Трампом напрямую. Видимо, надеясь или понимая, что он будет следующий президент. Но это такая политическая игра. Может быть, может не будет. Нигде гарантии в этом нет. Это тоже, опять же, выстрел в него. Как вы видели, что там Янукович упал в обморок от яйца, которого кинули в него. А человек в возрасте, у него может быть и инфаркт, у него может быть и инсульт. Это очень стрессовая ситуация. Тут и у молодого человека может быть инфаркт. Извините, такую ситуацию. Мы видим, что Трамп вообще не струсил, не запаниковал. Ничего такого. Все вокруг него запаниковали? Включая его охрану. Да, там эта девушка, которая доставала пистолет, засовывала пистолет. Доставала, засовывала. Это не... Это никуда не годится. Это должно быть отработано как дыхание. Вытащил, перезарядил, снял сейфти, наметился, нажал на курок. Ложил обратно к руку. Вытащил, перезарядил, снял сейфти, нажал на курок. Это должно отработано быть посреди ночи. На толчке, где угодно, во время любовного акта. У тебя это должно быть отработано. То есть, этот человек, эта девушка, неквалифицированный агент. Она должна... Я видел в интернете надписи, что у нее был первый рабочий день. Не знаю, насколько это правда. Тут нету первого рабочего дня. Вы не можете поставить в охрану президента человека, который первый день работает. Ты должен быть опытный, проверенный, надрессированный. А если бы она была летчиком и грохнула самолет, или не тот рычаг дернула, или еще что-то не то сделала? Извините, это первый нерабочий день и не последний. Ну да. Она отвечает на жизни людей. А если у хирурга первый рабочий день, он вам не ту ногу отрезал, он скажет, извините, у меня первый рабочий день. Есть у хирурга первый рабочий день. Нет такого понятия, как у хирурга первый рабочий день. У него все дни первые и все последние. То есть, он шесть лет тренируется на этих... на котах. На кошках. Это операция «Иди тренируйся на кошках». На кошках. Юр, ну хорошо, вот мы с вами затронули уже Украину, и вы сейчас находитесь в Украине. Я всегда, когда мы с вами беседуем вот в эти дни, стараюсь задать вам вопросы, касающиеся Украины, то, чем вы там занимаетесь. Вот меня привлекла сегодня проскочила, так сказать, информация о том, что представители России должны присутствовать на втором саммите мира по Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 15 июля. Что происходит? То есть, почему изменилось, или, может быть, это было заранее у него запланировано, еще когда он только первую затевал эту конференцию? Или это тоже, может быть, связано каким-то образом с хромой уткой? Что вы думаете по этому поводу? Я не знаю, потому что он говорил это еще во время первого саммита о мире, что в следующем Россию пригласят. Россию пригласят. Но, насколько я понимаю, Россия отказалась. То есть, я думаю, что, опять же, это было давление из Белого дома. Как давление на вас постоянно идет с войной? Вот сейчас вы, посмотрите, нахрену начали реальные боевые действия, и начали реально убивать террористов, уничтожать их, а не сидеть и пытаться подмахнуть Байдену, хотя он ни хрена уже не понимает, что происходит. У президента Украины чрезвычайно тяжелая ситуация, тяжелый позит, позиции не позавидуешь. То есть, у него убивают детей, гражданское население, нет электричества, старики, дети, больные люди мучаются, вода не доходит, бомбят больницы детские, убивают эту инфраструктуру, а Запад во главе с Соединенными Штатами Америки и Белым Дом говорит, нет, бить по России нельзя, и запретили уже и Великобританию это делать, хотя Великобритания сказала, что их оружие можно, нет, теперь тоже нельзя. То есть, умирайте тихо, не мешайте мне переизбраться, садитесь за стол переговоров и договаривайтесь с Путиным, и подписывайтесь с ним мир, пока это исчадят, этот гитер, этот фашист не придет к власти. Юрий, а как вы расцениваете вот заявление, то есть, коллективное письмо нобелевских лауреатов, то есть, они долго-долго-долго думали, нобелевские лауреаты, и обратились с таким письмом, они предложили ни много ни мало прекратить огонь на период Олимпиады, то есть, казалось бы, очень красивое такое заявление, но правда, одно маленькое но, они почему-то в этом заявлении абсолютно не сделали акценты, собственно, кто вообще нападающий, кто защищающийся, кто агрессор, кто жертва, они заявили, что вот, а давайте все прекратим огонь и посмотрим, что из этого выйдет. Ну и вы тоже израильтяне, тоже прекратите огонь. Да, они нас тоже имели в виду прекратить огонь и посмотреть, что из этого выйдет вот на период Олимпиады, а потом тогда можно будет договариваться. Что я могу сказать? Сегодня нобелевские лауреаты, вот, например, Обама, он тоже подписал это письмо, так как он тоже получил нобелевскую премию за мир, видите, какой мир у нас, классно, да, а Трамп, фашист, потому что он создал Эбрам Закор, правда, создал мир между арабами и израильтянами, они идиоты, что я могу вам сказать? Скажу словами Михаила Ёсича Веллера, идиоты, то, что они изобрели какую-то молекулу или изобрели какой-то там интеллект или еще что-то, или какой-то электрон, который мы понять, наверное, люди не можем, это не значит, что они не идиоты, не идиоты, не мне вам рассказывать, когда говорят о нашей с вами племени, что мы умные, нет, мы не умные, мы индустриальны, это да, но не умные, я, например, знаю очень много индустриальных евреев, которые создали, придумали, написали пьесу, создали музыку, изобрели какую-то деталь, которая стучит, кричит, закручивается в другую сторону, расщепили какую-то вещь, создали кожу человеческую, и так далее, и так далее, но они идиоты, вот реальные идиоты. Юрий, спасибо большое. Смотрите, вы хотите мне сказать, что вы ловите террориста, который убил Юрия, сажаете его в тюрьму, у чудака рак мозга, то есть бог его наградил раком мозга за все хорошие дела, которые он делал в мире. Вы лечите его, вы лечиваете, потом тысячу этих уродов меняете на одного капрала. 1200. 1200. Потом он создает Хамас, возглавляет его, налетает на вас и убивает 120, и 1200 человек и берет там 120 человек в заложника. В заложника, да. Вы хотите мне сказать, что вы умные? Это у вас ум-то? Мы идиоты. Вы идиоты. Идиоты. Все. Вы с вами видите на одной волне. Пришли к заключению. Зато вместо того, чтобы ему этот мозг вогнать 9 граммов свинца, вы его, блядь, вылечили. И еще отпустили. Да. Спасибо. Гарри Юрий Табах, офицер военно-морского флота, капитан первого ранга ВМС Соединенных Штатов, прошлым командир антитуристического центра НАТО в Турции, начальник штаба специальной военной миссии НАТО в Москве. Спасибо большое. Спасибо за откровенный разговор. Да, мы идиоты. Я с вами абсолютно согласен. Нет, ну врач, который это сделал, ни один врач, наверное, не смог сделать такую операцию на мозг. Он умный, он талантливый. Ну, вы идиоты. Да. Согласен. Всего доброго. Всего.